Больше 300 человек и великая колька специальной техники, что день выходят на уборку областного центра. Али для подтримания идеального аппарата не хватает и такого десанта. Юрий Пешур протягнет эмо. 260 дворников, 45 грузчиков и великая колька специальной техники, что дня выходят на уборку областным центром. Али навы такого десанта профессионалов не хватает для того, как подтримать идеальный аппарат. С мая этого года изменена кратность уборки дворовой территории. Если ранее это было один раз в день, то сегодня она уменьшена до раз в два дня. Сегодня комплектация дворниками составляет меньше 50% от того, что надо по штатной численности. Уже некольки десятков годов дворником працуе у жильевой эксплуатационной службы номер 2 областного центра Ирина Федорук. Працу свою любит и старается выконовать сие старанно. Али уже хоровые и намагания по наведению шестинепотримку знаходят не завсёды. Конечно, от жильцов зависит. У нас люди такие, что могут идти и мусор кинуть и в мусорку, и прям перед... Под ноги могут кинуть такие жильцы, что вообще... Хотелось бы, конечно, чтобы были лучше, чтобы как-то следили за порядком. С тем, что шестиняй парадок на дворовых территориях залежит не только от работы дворников, сгодны многие брастовчане. Зависит от нас с вами, насколько мы будем относиться к этому ответственно. В Беларуси считается по сравнению с Россией, с Украиной самый чистый город. Очень красивый город, дворники очень хорошо работают. И жители культурные убирают, больше стараются. И еще одна проблема – автотранспорт. Многие дворы и улицы сопер нагадывают одну великую автостоянку, особливо у ночи. Уздов швурец и у дворах сотни покинутых уладальниками автомобилев, которые вельми перешкоджаются уборцы территории. С надыходом зимы эта проблема еще больше обвастрается. Меж тем, этой зимой колька снегоуборочной техники на улицах Бреста значно повеличится. На ее закупку город выдатковал свыше полутора миллиардов рублей. Имеется техника для уборки, конечно, но ее и не хватает. Было бы неплохо, чтобы какую-то закупить еще малую механизацию. Хотя мы в этом году затратили полтора миллиарда на покупку техники. Мы закупили пескач на базе МАЗа, ротор закупили и погрузчик. Свою лепту огульную справу по наведению шестеней парадку носит и инспекция природных ресурсов и аховы новокольного сяродзя. Только за минулый месяц на нехайных господаров было складено коля 10 протоколов. И эта мера довольно действенная. Штраф может на, скажем, частное лицо быть до 50 базовых величин. А 50 базовых в настоящий момент это 6,5 миллионов. Поэтому если такой штраф кто-то получит, то ясно, что почувствует. Чисто не там, где мятут, а там, где не смесяц. Таким чином кожному, кто жадает жить в чистом городе, починать треба с себя. Юрий Печур, Александр Сливицкий, областные новины, Брест.